Мы с вами начнем, естественно, не чтение Ницше, потому что сначала надо ответить на три классических вопроса. Классические вопросы «что, почему и зачем?», то есть «почему мы должны изучать философию Ницше?», «что мы должны изучать у Ницше?» и «каким образом мы будем изучать философию Ницше?». Я не буду рассказывать вам никаких супербиографий или делиться какими-то там интимными моментами жизни Ницше. Я постараюсь просто описать очень коротко то влияние, которое он оказал на 20-21 век. И начну я, пожалуй, с самого простого. Вот тот факт, что я должен обосновать вам, почему мы читаем Ницше, уже является влиянием Ницше. Не цепляйтесь за Ницше, дело в другом. Когда в научной работе вы обосновываете актуальность, вы обосновываете актуальность, исходя из чего? Из исторического момента. Актуальность здесь и сейчас. Вот эта актуальность здесь и сейчас появляется только после Ницше. Ни одна классическая работа, которую вы возьмете в руки, не будет начинаться со слов «мы будем изучать вот это», да, Платон такой вам напишет, «мы будем изучать вот это, потому что актуальный исторический момент». Нет. Актуальность исторического момента приходит только после Ницше, да, и только вместе с Ницше. Помимо этого, практически все, что вы видите в социальных, культурных или даже цивилизационных явлениях 20-21 века, это все так или иначе либо предсказано, либо предопределено Ницше. От самых великих потрясений 20-го века до того факта, что, выходя на улицу, вы через каждое здание видите фитнес-центр. Это влияние Ницше. От того факта, что философия закончилась до факта начала постмодернизма и даже борьбы с постмодернизмом. Вот только сейчас на наших с вами глазах на Западе начинается активная борьба с постмодернизмом, и она начинается на основании Ницше. То есть люди, борющиеся с явлением, которое родилось из философии Ницше, борются с ним на основании философии Ницше. От какого-нибудь факта нигилизма и революции нигилизма до ярого сопротивления социализму, анархизму и прочим коллективистским тенденциям. Все это есть так или иначе, либо предопределено, либо предсказано Ницше. Вот чтобы увидеть, как ему это удалось, и чтобы увидеть, какое будущее, следовательно, стоит за тем историческим моментом, в котором мы находимся, Ницше является чуть ли не первым автором. Что мы должны изучать у Ницше, если мы понимаем, что вот он так актуален, и так многогранен, и многосторонен? Перечислить название произведения? Не обязательно название, вы можете в одно слово вложиться. Все, конечно, все должны изучать у Ницше. Все из опубликованных, естественно. Почему из неопубликованных не надо? Потому что неопубликованная книжка называется «Воля к власти». И вот ее изучение в том виде, в каком вы ее получили от меня, и в том виде, в каком она существует, оно не является валидным. Поэтому надо быть осторожным. Да. Почему? Ну, давайте окунемся немножко в исторический момент. Ницше достигает пика своей философии к 888 году. В январе 889, в начале января он сходит с ума. Вот в этот период, чуть-чуть пораньше даже, он начинает думать о финальном труде. О труде, который должен наконец-то дать его объяснить, показать, раскрыть его философию. Не негативную именно, а позитивную его философию. Не отрицание, а утверждение. Он начинает, он набрасывает первые несколько сотен афоризмов, исходит с ума. За ним приходят два человека. Это его ближайший друг, но это второстепенно. Главное, приходит его сестра-антисемитка. И вот она, захватывая обезумевшего Ницше, захватывая архив Ницше, захватывая права на все работы Ницше, начинает их активно издавать. И вот та воля к власти, которая у вас есть сейчас, это ее редакция. И как вы, если вы ее открывали, вы видели, что там не 200 с лишним афоризмом. Она напихала туда все, что хотела. Все, что ей казалось нужным. Потом была попытка провести несколько редакций, потому что Ницше в конце набрасывал планы. И если вы открывали 13-й том, вы видели эти планы. Они все время меняются. Они все время разные. Вот на основании одного из этих планов она взяла и, значит, совместно с его лучшим другом сделала такой вариант воли к власти. То есть это недописанная книжка, которая не готова, которая не предназначается для публики. Зачем она это сделала? Ну, понятно почему. Вы посмотрите на название книжки, да? И по большому счету причина недоверять ей состоит не только в том, что она была ядой антисемиткой, в том, что Ницше ее ненавидел и презирал, по большому счету. Но также еще и потому, что, например, она очень активно манипулировала, когда заполучила архивы Ницше, корреспонденции Ницше. Она сжигала одни письма, дописывала другие. Естественно, дописывала в том плане, что посмотрите, как Ницше пишет мне всю свою философию вкратце. При том, что письма, в которых эти точки зрения излагаются, ей не предназначались. Ну и, конечно, она активно сотрудничает и привлекает нацистов к работе. Поэтому волю к власти все-таки лучше не брать в руки, а брать в руки полное собрание сочинений, которые у нас есть, и читать наброски и черновики. Все, что есть в воле к власти, есть в набросках и в черновиках. Мы должны читать все из Ницше, потому что иначе целиком его философию представить нельзя. Окинуть взглядом не получится. Давайте я забегу и скажу сразу, целиком окинуть в философию Ницше нельзя в принципе, такая задумка. Идея как раз в том, чтобы она никогда не была доступна целиком. Почему? Это другой вопрос, ответ на который, я думаю, мы с вами найдем, когда закончим читать. Так говорил Золотустов. Почему мы не читаем все? Или почему мы читаем именно Золотустов? Ну, короткий ответ, потому что вы выбрали читать Золотустов. Длинный же ответ состоит немного в другом. Золотустра – это вступление, Золотустра – это введение философии Ницше. Все, что вы найдете у Ницше позднее, или практически все, что вы найдете у Ницше позднее, и даже то, чего вы не найдете позднее, все расположено в Золотусте. Причем я даже не буду голословным и скажу вам, что Ницше активно продвигает именно такую версию сам. Ну, например, в письме от 1 февраля 83-го года Кизелец, он пишет «Это лучшее из всего, что я написал». Или 1 июля 83-го Овербеку «Этой работой задним числом оправдана вся моя жизнь». Или Роде 22 февраля 84-го. «Эта книга словно про ром в будущее, в Золотустре немецкий язык доведен до совершенства». Или еще одному прекрасному человеку от 84-го года. «Для изучения, так говорил Золотустра, некогда появятся кафедры и профессора». Ну и, конечно, письмо Овербеку 84-го года. «Золотустра – ничто иное, как предисловие. Предисловие ко всей остальной его философии». В еще одном письме старому доброму другу он пишет, что, например, «По ту сторону добра и зла» следующая за Золотустра книжка на самом деле по большому счету является глоссарием к «Так говорил Золотустра». Или призвано объяснить, или призвано помочь понять, что именно написано в «Так говорил Золотустра». По причинам, которые мы с вами еще поймем. Все книги, написанные после «Так говорил Золотустра», все они так или иначе входят. В широкий план объяснения именно этого произведения. Почему надо объяснять «Так говорил Золотустра»? Потому что нельзя полностью его понять. Ну а почему его нельзя полностью понять? Какого-то? Нет, 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 нет. Вообще ничего нельзя полностью понять, ну что вы. Дело в том, что если вы читали остальные работы Ницше, любые другие работы Ницше, чем они отличаются от Золотустра? Тим, что здесь какой-то художественный язык решительный. Вот, вот, вот. Например, по ту сторону, да, произно, там понятнее. Все другие работы Ницше, за исключением, естественно, стихотворных произведений и фортепианных произведений, они все написаны вполне себе стандартным, нормальным, подходящим языком. Золотустра – практически поэтическое произведение, да? Практически художественное произведение. Он еще отличается, например, тем, что там как в художественном произведении есть сюжет. Золотустра уникален. Он как вот неограненный бриллиант, который все остальные работы полирует и превращает в алмаз. Чтобы не тратить лишнего времени, мы не будем читать объяснение Ницше по поводу того, почему, так говорил Золотустра, это его величайшее произведение. Я лишь укажу вам на нужные отрывки. Том 6, страница 189, параграф 4, том 6, страница 223, параграф 1, том 13, страница 464, параграф 81 и письма страницы 221. Остальные письма я уже вам перечислил. Страницы 200, 203, 219, 220 и 306. Это уже вы посмотрите. Нет, это не имеет большого значения. То, что имеет значение, мы будем читать, обязательно будем читать. То есть, одновременно Золотустра – это и, значит, высшее достижение и начало. И это большая проблема. Невозможно понять Золотустру без подготовки. Можно читать Золотустру без подготовки, но понять Золотустру без подготовки невозможно. Поэтому мы с вами все время будем скатываться обратно. То есть, наша работа должна быть построена на кросс-референтности. Отрывок из Золотустры, отрывок из других произведений, поясняющий отрывок из Золотустры. Проблема в том, что если мы будем серьезно подходить к изучению Золотустры таким образом, мы не прочтем ничего. Поэтому там, где можно будет срезать или там, где нужно будет срезать, я буду срезать. Возможно, я буду отсылать вас к конкретным местам в других произведениях. Возможно, нет. Но мне так или иначе придется коротко суммировать, чтобы объяснить или прояснить для вас, что именно Ницше имеет в виду, когда он говорит то или иное в Золотустре. У нас остается последний вопрос. Как изучать Золотустру? Если вы читали Ницше, вы увидите, что Ницше вообще изучать сложно, потому что он не пишет сплошных текстов никогда. Это все время отрывки. Я уже сказал, что это стратегия. Естественно, мы будем изучать Золотустру в нашей нормальной манере. Мы будем читать. Ну, а по-другому и не получается никак. Но есть несколько моментов, в которых мы, несколько соблазнов, несколько ловушек, несколько мин, которые мы должны будем избегать, когда читаем Золотустру. Учитывая, что мы не будем читать четвертую часть, и вы можете сделать это самостоятельно, я уверен, что вы попытаетесь сделать самостоятельно, эти ловушки следует обозначить. Давайте я сразу скажу интересное. Во все эти ловушки я попаду. То есть это минное поле, по которому я иду первый. Я подрываюсь, вы идете за мной, мины больше не должно быть. Значит, давайте попытаемся их обозначить. Начнем с очень простого. С первой большой ловушки. Очень хочется объяснить основание философии Ницше до начала чтения. То есть очень просто становится чтение, если я примерно скажу вам, смотрите, основные предпосылки философии Ницше. Это вот это, вот это, вот это. Можно сократить до трех пунктов, можно затянуть до пяти. Можно вообще ужаться в два. Да, сказать там о фундаментальном состоянии человека и о фундаментальном состоянии мира. Этого будет достаточно, чтобы можно было начать понимать золотовство, не прибегая ни к чему еще. Почему мы так делать не будем? И давайте я даже скажу шире. Именно так мы и поступаем в стандартном курсе, где мы читаем Ницше, в котором я рассказываю Ницше. Потому что там по-другому нельзя. Здесь мы так не поступаем и поступать не будем. По одной простой причине Ницше так не поступает. Если бы Ницше хотел, он бы начал золотовство с изложения базовых принципов своей философии. И таким образом потом, дальше, все было бы только понятнее. Что еще? Мы должны понимать, как Ницше пишет. И для того, чтобы мы понимали, как Ницше пишет, да, почему он этого не делает? Мы должны понимать, что знает Ницше. А Ницше знает базовое деление на экзотерику и эзотерику и умеет это деление применять. Вы знаете, что это за деление? Вы не знаете, что это за деление. Ну, Максим Павлович, я знаю, что вы знаете, что это за деление. Вы знаете, что это за деление? Нет. Первоначально любое философское учение передавалось так, как передаем его мы с вами сейчас, из уст в уста. Философы и его ученики. Проблема, связанная с такой передачей философского учения, заключается в том, что в течение жизни философа может не появиться ни одного достойного ученика. И в результате его учения канет в лето вместе с ним. Борьба с этой проблемой – это книга. Помните, да, Сократ не пишет книг, Платон пишет книги. Потому что у Сократа есть Платон, а у Платона нет никого. Ну, у Сократа еще есть ксенофон, например, но это не считается. В чем проблема с книгой? Книга доступна всем. Каждый может ее прочесть. Именно поэтому философ, считающий, что большинство людей по тем или иным причинам не должны знать его настоящее учение, пытается скрыть это учение от них, одновременно выставляя его на публику. Это и есть деление между эзотерикой, то есть внутренним подлинным учением, и экзотерикой, то есть внешним учением. Такой подход работает вплоть до начала просвещения. Просвещенцы первые, кто открыто отказываются от него по понятным причинам. Они считают, что все люди равны, и потому всем людям доступно одно и то же знание, они обладают одними и теми же способностями, и потому все способны воспринять знания таким, каким оно является для них. Ницше знает про эзотерику-эзотерику и готов их применять. Давайте немножко, совсем чуть-чуть почитаем, чтобы я не был голословным, а вы не верили мне на слово. Том 5, страница 44, параграф 30. Наши высшие прозрения должны и должны непременно казаться безумствами, а смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они забытными путями достигают слуха тех людей, кто не создан, не предназначен для этого. Различие между экзотерическими и эзотерическими, как его понимали стаицы и дефилософов, у индусов, как и у греков, иерсов и мусульман, словом, всюду, где верили в кастовый порядок, а не в равенство и равноправие. Это различие основывается не на том, что экзотерик стоит снаружи и смотрит на вещи, ценит, мерит их, судит о них не изнутри, а извне. Более существенно здесь то, что он смотрит на вещи снизу вверх, эзотерик же сверху вниз. Есть такие высоты души, при взгляде с которых даже трагедия перестает действовать трагически. Да, перестает действовать трагически, как слабительно. Запомните эту фразу, она нам пригодится потом. И если совокупить в одно всю мировую скорбь, то кто отважится утверждать, что это зрелище неизбежно соблазнит нас к состраданию, и тем самым принудит нас к удвоению скорби. То, что служит пищей или усладой высшему роду людей, должно быть почти ядом для слишком отличного от них и низшего рода. Да, вот видите, это классическое деление между философом и нефилософом. Нефилософ не способен принять философскую истину и остаться в порядке. Именно поэтому он должен быть от нее защищен. Смотрите внимательно. Экзотерика и эзотерика исчезают тогда, когда побеждают учения о равенстве. И Ницше выступает против учения о равенстве. В этом смысле Ницше, конечно, консерватор. Давайте я вернусь немножко назад от этого, о чем надо было сказать, когда мы говорили об актуальности. Он особого рода консерватор. Консерваторы, бывшие до Ницше, за что они сражались? За Танец. Ну, за какую? Монархисты. Да, за веру царя и отечества. Это националисты, это сторонники то ли иной церкви, христианской церкви, это монархисты. Это белые в широком смысле, да, белые в России, юнкера в Германии, флорелисты в Англии и Франции. Вот после Ницше консерваторы такими никогда больше не будут. После Ницше появится особый тип консерваторов. Новые консерваторы. Вот эти новые консерваторы не будут ни разу ни за царя, ни за веру, ни за отечество. То, что эти новые консерваторы сделают, я думаю, вы знаете. Называться они будут консервативные революционеры, а сделают они нацизм. Ну, так или иначе, да, не будем вдаваться в детали. И вы видите, что Ницше сразу объясняет этим прекрасным людям, в чем именно он консервативен. То есть это какой-то новый консерватизм, но у него есть консервативные свойства. Это возвращение назад, но это возвращение назад не во вчера. Это возвращение назад к истокам. И возвращение назад к истокам подразумевает, конечно же, возвращение назад к представлению о том, что люди не равны. Откуда появляется представление о равенстве людей в массовом сознании? Из Велико-Французской эволюции? Нет, нет, это результат, вы что? Конечно, с Бога, все равны перед Богом. Давайте я забегу вперед опять. Именно поэтому, если вы ищете в начале XX века атеиста, и этот атеист одновременно вместе с тем является социалистом или анархистом, это не атеист. Настоящий атеист наступает против всех оснований христианских, а не только против единого, неделимого, всезнающего, всесильного Господа. И потому настоящий атеизм находится не в современности, потому что все идеи современности можно возвести назад к христианству. Всегосподствующие идеи современности можно возвести назад к христианству. Настоящий атеизм находится до христианства. Вы не зачистите. Да, но там нет никого, кроме Платона. Аристотеля, Сократа и, конечно, Фукидина. Давайте следующую. Страница 217, этот же том, параграф 288-289. Есть люди, обладающие таким умом, которого никак нельзя скрыть. Они могут сколько угодно изощряться и закрывать руками предательски выдающие глаза, будто бы рука не такой же предатель. В конце концов, все-таки видно, что они обладают чем-то таким, что скрывают, а именно умом. Одно из лучших средств для того, чтобы, по крайней мере, обманывать, возможно, дольше и с успехом представляться глупее, чем на самом деле, что в обыденной жизни зачастую приносит такую же пользу, как зонтик от дождя называется энтузиазмом, включая и то, что сюда относится, например, добродетель. Ибо, как говорил Гальяне, должно быть знавший это добродетель, это энтузиазм. Значит, во-первых, вы видите здесь слово «добродетель», и снова, кто говорит о добродетеле в 18-19 веке? Никто. А добродетели закончили говорить при античных философах. А во-вторых, вы видите слово «энтузиазм». И это очень интересно, потому что если вы откроете Ницше и начнете читать Ницше, все-таки, когда вы пытаетесь сравнить Ницше с классическими философами, античными философами, к которым он как бы возвращается, возникает проблема. Проблема, которую сам Ницше формулирует, если я не ошибаюсь, по ту сторону добра и зла, следующим образом «Платон скучен». У него можно читать. Ницше никогда не скучен. Ницше – это антитеза скуки. Ницше крайне возбуждает. Ницше пробуждает. Ницше действует, как кофе. Он бы сказал, как молния. И вы видите, что Ницше сам вам говорит, что это сознательный выбор, цель которого – скрыть то, что он хочет скрыть. Следующий, пожалуйста. В писании Ходшельника нам всегда чудятся какие-то отзывы пустыни, какой-то шорох и гугливая оглядка одиночества. Даже в самых сильных его словах, в самом его крике, слышится новый, более опасный вид молчания и замалчивания. Кто из года в год и день и ночь проводит время на единице своей душой и в доверительных сорок и диалогах, то, сидя в своей пещере, а может быть и лабиринтом, но также и золотым рудником, сделался пещерным медведем или искательным сокровищем, или сторожем их и драконом. Того и самые понятия получают, в конце концов, какую-то особенно мерцающую окраску, какой-то запах глубины и вместе с тем плесени, нечто невыразимое и противное, обладающее холодом всякого, кто проходит мимо. Отшельник не верит тому, чтобы философ, если принять, что философ сперва всегда бывает отшельником, когда-либо выражал в книгах свои подлинные и окончательные мнения. Разве книги не пишутся именно для того, чтобы скрыть то, что таит в себе? Да, и так, вы сразу видите. Философ никогда не открывает своих подлинных или окончательных мнений в книгах. Это значит, что они всегда незаконченные, незавершенные. Иными словами, задача завершить их всегда падает на самого читателя. Второе. Чуть раньше Нейшепрямо сказал вам. То, что замалчивается, гораздо важнее того, что говорится. Поэтому вы всегда должны видеть не то, что есть, а то, что отсутствует, то, чего не хватает. Это и будет самое важное. Всякая философия есть философия авансцены. Так судит отшельник. Есть что-то произвольное в том, что он остановился именно здесь. Оглянулся назад, осмотрелся вокруг, что он здесь не копнул глубже и отбросил в сторону застоп. Тут есть также что-то подозрительное. Да, так как вся философия не является случайной. Это не прямая речь, это книга. Она не обладает свойством слова «не воробей». Там, где философ чего-то не делает, там он становится более подозрительным. Или там, где он делает слишком много, там он становится подозрительным. Когда у вас возникает момент, вы читаете хорошую книгу и вдруг понимаете, что автор что-то забыл, или что-то пообещал вам, как обычно это делает Сократ, но не выполнил. Или он где-то проскочил шаг. Это означает не то, что он сглупил или совершил ошибку. Это означает то, что он умудрился сокрыть свою важную мысль, которую вы открыли. Ницше в этом смысле будет еще более жесток. И в золотустре прямо скажет, настоящие люди шагают с вершины на вершину. Они не спускаются внизу. Именно поэтому, когда вы открываете книжку, ницше, обычную книжку, такую, как вот «По ту сторону добра и слава» или любую другую, кроме золотустры, вы видите отрывочные параграфы. Это не текст. Что это значит? Это значит, что вы видите только вершины. Иными словами, эти параграфы не расставлены в случайном порядке. Эти параграфы, как вершина и вершина, связаны между собой долиной. Но в эту долину ницше не спускается. Это ваша задача. Вы должны видеть, как эти параграфы соединены. И тогда вы увидите внутреннюю логику. Если вы этого не делаете, вы пропускаете огромное количество того, что ницше замолчивает. Сразу скажу, это очень сложно. А иногда, когда ницше, например, уменьшает параграфы до одного предложения, вот тогда это практически невозможно. Для нас с вами, по крайней мере. Всякая философия скрывает в свою очередь некую философию. Всякое мнение – убежище. Всякое слово – масло. И давайте мы откроем том шестой на странице 52. Да, конечно. А вот тут была аналогия с пещерой. Да, аналогия с пещерой, конечно. Я не давал себе биографию, но давайте я скажу коротко. Ницше великолепный филолог. Он воспитан как классический филолог. Он образован как классический филолог. И это значит, что как классический филолог, он в оригинале знаком и знаком очень подробно с классическими работами на греческом и латыни. Сюда входит не только Платон, Ксенофон, Фукидит. Сюда, например, входит Лукреций. Или, что еще страшнее, сюда входит книжка, которая называется «Книжки». И если вы не отгадываете, вот с пещерой легко, но если вы не отгадываете книжку-книжки, у вас большие проблемы. Особенно это большие проблемы, давайте забегая вперед. Знаете ли вы, чем заканчивается книжка-книжки? Плошные знатоки, никто не знает. Хорошо. Какой книгой заканчивается? Она называется не так. Это ж не фильм «Малагипсона», правильно? Иоанна Богослова. Чем заканчивается откровение Иоанна Богослова? Нет. Вот видите, если вы этого не знаете, вы никогда не поймете, почему Золотустер заканчивается так, как он заканчивается. Откровение Иоанна Богослова заканчивается свадьбой Христа. Наконец-то парню подставляют невесту. И он женится. Этим же заканчивается, так говорил Золотустер. Но давайте пока двинемся вперед. Том 6, страница 52, параграф 5. Образ пещеры нам еще встретится в самом Золотустере. Так что это хорошо, что вы его заметили. Кстати, еще вопрос насчет структуры. Можно ли сказать, в Библии же книжка-книжка тоже составлена из, по крайней мере, новой зрели, составлена из афоризмов фактически, из небольших стихов. Можно ли читать, что Нитша... Дойдем до этого, дойдем до этого. Я рад, что вы замечаете. По тем средствам, которые мораль, выведение породы и мораль, украшение применяют для достижения своих целей, они вполне стоят друг друга. Мы вправе в качестве высшего постулата констатировать, что для создания морали нужно иметь, безусловно, волю к чему-то совершенно противоположному ей. Вот великая жуткая проблема, которую я преследовал больше всего. Психология исправителей человечества. Маленький и в сущности скромный факт, так называемый пиа-фраус... Сразу читайте. ...святая ложь, дал мне первый подступ к проблеме. Святая ложь называется по-гречески, немного иначе. Она называется благородная ложь. Это сократовский термин. Святая ложь – наследие всех философов и жрецов, которые исправляли человечество. Задайтесь вопрос, собирается ли Нитша стать философом, жрецом, исправляющим человечество? Задайте вопрос, уже собирается ли Заратустро стать философом, жрецом, исправляющим человечество? Если да, то он будет лгать. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские христианские учителя никогда не сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах. Да, смотрите, можно лгать с задачей скрыть, а можно лгать с задачей исправить, повлиять. И, если вы уже поняли, что золотовство похоже на Библию, значит, вы поняли, что золотовство с задачей повлиять. Конечно. Формулируя это, можно сказать, все средства, с помощью которых человечество пытались до сих пор сделать нравственным, были совершенно безнравственны. Отлично, но ведь Ницше прямо объявляет себя и моралистом, и аморалистом заодно. То есть он-то точно безнравственным. И страница 579, параграф 381. К вопросу о понятности. Очевидно, когда пишут, хотят быть не только понятыми, но и равным образом непонятыми. Вовсе не является еще возражением против книги. Если кто-то находит ее непонятной, возможно, именно это и входило в намерение ее автора. Он не хотел, чтобы его понял кто-то. Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей. Выбирая их, он в то же время ограждается от других. Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля. Они одновременно держат на расстоянии, они создают дистанцию, они восприщают вход, то есть понимание, как было уже сказано. И попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. Этот тезис выражается в моем личном опыте, и я уже совершаю ошибку, в моем личном опыте следующим образом. Большинство людей очень легко делятся на тех, кто читает «Золотую струс залпом» и тех, кто не могут пройти через одну-две страницы. Вот обычно, если вы не можете продраться через одну-две страницы Нитча, это значит, что вы не попали в целевую аудиторию, что эта книга не для вас. В то время как, если вы не можете продраться через одну-две страницы Гегеля, Канта или Николас Лумана, это не значит, что вы не попали в целевую аудиторию, это значит, что Гегель, Кант и Николас Луман ненавидят человечество. Ничего больше. И раз уж я говорю между нами и отношу сказанное к себе, я не хочу ни своим незнанием, ни живостью своего темперамента мешать вам понимать меня, друзья мои. Именно живостью, как бы она не вынуждала меня живо управляться с делом, чтобы вообще с ним управиться. Да, снова живость – это энтузиазм, старый добрый энтузиазм. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной. Мигом туда, бегом оттуда. Следующая страница прямо сверху следует, будучи моралистом. Следует, будучи имморалистом, заботиться о том, чтобы не разращали невинность. Я разумею ослов из старых депа боевого пола. Угу, помните про ослов, да? Которые ничего не имеют в жизни, кроме своей невинности. Больше того, мои сочинения должны воодушевлять, ободрять, прощать добродетельность. Это тоже классический ход. Вторая ваша целевая аудитория должна видеть в произведении философа, конечно, моральную сказочку. Выражаясь словами одного старика. Да, вот хороший морализм. Интересную историю. Я привожу вам пример из Ксенофонта, потому что мне он нравится, и я помню его лучше всего. Ксенофонт в Анабасисе пишет, что человек, предавший греческое войско, издавший всех стратегов персам, после этого не получил награду от персидского царя, а был жестоко убит. Причем еще более жестоко, чем были убиты сами стратеги. Однако, Ксенофонт в самой греческой истории пишет прямо, что этот человек получил от царя кучу денег и жил долго и счастливо. Звали этого человека Минон. Платон про него, как вы помните, написал целый диалог. У себя в произведении Ксенофонт превращает страшную правду в моральную сказочку. Если ты совершил предательство, ты обязательно за это получишь наказание. На самом деле этого не происходит. Ну, должите, пожалуйста. Я не знаю на Земле ничего более забавного, чем зрелища воодушевленных старых хостов и дел, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели. И это я видел, так говорит Заратустра. Так говорил? А, так говорил Заратустра. Этого достаточно. А можно, исходя из этого положения, что нужно для неаристотелей из старых век превращать трактат в моральную сказку? Можно ли сделать такую отсылку, что Библия ведь тоже представляется моральной сказкой? Нет, нет, нельзя, потому что там нет ничего, кроме моральной сказки. Итак, Ниджа знаком с правилами экзотерики-эзотерики, с правилами хорошего письма и хорошего тона. Но он, честно говоря, не собирается следовать им досконально. Он собирается быть честнее. О чем он говорит прямо в том 5, страница 333, параграф 10. В этой книге разъяснено, во что оценивалось по таким прессам оценки существовало старейшее поколение созерцательных людей, презираемое как раз той мере, какой оно не внушало страха. Созерцание поначалу появилось на земле в замаскированной форме, с двусмысленным видом, со злым сердцем и часто с перепуганной головой. В этом нет никакого сомнения. Все неактивное, высиживающее птенцов, невоинственное в инстинктах созерцательных людей, долгое время создавало вокруг них атмосферу глубокого недоверия. Против этого не было иного средства, как решительно вызывать в себе страх. Следующая страница. Сожмем существо вопроса. Сожмем существо вопроса в краткие формулы. Философский дух должен быть поначалу всегда облачаться и окупливаться в установленный ранний тип созерцательного человека. Как то, жреца, худестника, вещана, религиозного человека вообще, дабы хоть с грехом пополам оказаться возможным. Запомните про жреца. Я думаю, это пригодится нам, когда мы будем читать соответствующие отроки золотую. Причудливо, мироотрицающее, жизневраждебное, не дает человек чувствам обесчувственное положение философов в дни игры, продержавшееся до последнего времени и тем самым почти не приобретшее статус философской позиции самой по себе. Оно есть прежде всего вследствие чрезвычайных условий, в которых возникала и утверждалась философия вообще. Ибо на протяжении самых продолжительных в истории периодов философии была бы просто невозможна без аскетической волосиницы и пострижения, без аскетического самонедопонимания. Выражаясь наглядно, из Рима аскетический священник представлял собой до последнего времени гадкую и мрачную форму личинки, под которой только им смело жить и ползала философия. Действительно ли это изменилось? Да, вся философия до этого времени была вынуждена пользоваться делением на экзо и эзотерику, вынуждена была представляться моральной сказочкой. Вы помните, ни Золотуста, ни Ницше не будет представляться моральной сказочкой, он будет представляться аморальной сказочкой или имморальной сказочкой. Вы знаете, в чем разница между аморальностью и имморальностью. Аморальность значит, что вы злодей в этой истории, то есть вы противоположны моральному, а имморальность значит, что вы вышли из этой истории, что вы встали над этой историей, выражаясь в Нишанской формуле и встали по ту сторону добра и зла. Мы разберемся с этим подробнее, но главное, чтобы вы понимали простую разницу. Итак, теперь настало время новых философов, да? Действительно ли это изменилось? Действительно ли пестрое и опасное крылатое насекомое, дух, скрываемый в этой личинке, стало все-таки напоследок растригой, благодаря более солнечному, более теплому, более просветленному миру, и выпахнуло на свет? Действительно, достаточно ли уже в наличии гордости, риска, отваги, самоуверенности, воли духа, воли к ответственности, свободы воли, чтобы оттенний на Земле действительно был возможен философ? Да, философ. Заметьте, всегда помните, что Ниджи играет словами «если что-то стоит в кавычках, это проблемно». И том 11, страница 89, параграф 25-306. И можно вопрос пока мы не... Конечно. Ниджи говорит о том, что философия до этого должна была фактически, ну, то есть как бы надеть свою личину и играть ее. Об этом же говорил еще раз в Ратурдамске, верно? Ну, Ратурдамске, как бы это поздно, об этом говорил еще Платон. А, ну, я... А первый это Сократ. Это понятно. Ну, вот. Ну, а можно ли говорить о том, что... Ну, поскольку это влияние именно Сократа и Платона, но... Конечно. Но Ратурдамский не повлиял на Ниджи. Нет. Нет, нет, нет. Заратустра. Я забрал у вас все. Бога, долг. Теперь вы должны пройти величайшие спасания на благородство. И вот здесь открытку для злодеев. Взгляните. Борьба за господство в конце стада становится еще большим стадом. Еще больше стадом. Еще больше стадом. А тиран еще больше тираном, чем когда бы то ни было. И снова запомните эту идею. Никакого тайного союза. Последствия моего учения должны быть ужасно неистовыми. В них найдет свою гибель неечислимое множество. Мы проводим опыт с истиной. Быть может, от него погибнет человечество. Ну что ж. Да, видите, Ниджи говорит, что выпустить истину и убить человечество – это вполне два совместимых понятия. Но он не боится выпустить истину из-за этого. Почему истина убивает человечество? Максим Павлович знает, мы с вами не будем об этом говорить, потому что это одно из оснований философии Ницше. Следующий шаг. Мы должны признать, что Заратустра входит в этот тренд прозрачности. Что он выходит из экзотерики-эзотерики. Что он на самом деле куда более опасен, чем кажется на первый взгляд. Том 11, страница 199, параграф 243. Новый ранговый порядок. Предистоит философии вечного возвращения. Все строже спрашивать, для кого писать. Я не нашел тех, кто созрел для восприятия многого из продуманного мной. И Заратустра служит доказательством того, что можно говорить с величайшей ясностью и не быть услышанным никем. Да. Ницше прямо говорит вам, что Заратустра говорит с величайшей ясностью. Тот же том, страница 552, параграф 15. Я пережил странные вещи, касающиеся воздействия моих книг. Недавно пришло письмо от одного старого благородного голландца, который рассматривает человеческое слишком человеческое, как своего самого верного спутника в жизни. Должно быть, рождение трагедии вызвало в их ради вагне состояние величайшего счастья. Он был вне себя, и в сумерках богов есть чудесные вещи, которые он создал в состоянии неожиданной и чрезвычайной надежды. Мне хотелось бы знать. Мне хотелось бы знать, понял ли кто-нибудь эту книгу. Ее фон – мое самое личное достояние. Против Заратустра направлены оценки нескольких тысячелетий. Достаточно. Мне хотелось бы знать, понял ли кто-нибудь ту книгу, которую я написал яснее всего. И, наконец, последнее, том 12, страница 311, параграф 8. Заратустра. В этом сочинении каждое слово должно было сперва починить боль и раненую, а уж потом вызывать глубокое восхищение. Если кто понял это не так, то он вообще ничего не понял. Да, то он вообще ничего не понял. Иными словами, Ницше даже показывает, какие чувства должен вызывать Заратустра у читателя и в какой последовательности. Хорошо. Мы не должны пытаться следовать за исторически распространенными, но явно неплодотворными путями к изучению Ницше и восприятию его влияния. Таких путей, собственно, два исторически. Это экзистенционализм. Вы знаете, кто номер один экзистенционалисты в мире, помимо Мартина Хайдегера. Это, конечно, Саратер. Ну, конечно, Саратер, Миллопонти, Камью. Все французы, да? Ну, кроме Хайдегера. Причем вы найдете в Заратустре прямую строчку, когда Заратустра предсказывает, что после него придут вот эти ребята. Поэты, занимающиеся интроспекцией. Так они и будут называться. Вот они пришли. Ни в коем случае нельзя сводить учение Ницше к экзистенционализму, потому что это подход, который никуда не ведет, так как он требует обращения в интроспекцию. Ницше же вслед за классикой говорит вам, что заповедь дельфийского бога «познай самого себя» говорит не о том, что вы должны заниматься самопознанием, а о том, что вы должны наконец познать самого себя и прекратить это делать. То есть познай не в смысле продолжения, а в смысле завершения, да? Завершенного глагола, как в русском языке. Что сделай, да? Познай. Да, выйди в нерван. Нет, познай и успокойся, не лезь туда больше, да? Там ничего для тебя нет. Вот они не увидели в Ницше того, что мы должны увидеть, политического философа. Они увидели в Ницше экзистенционалиста и превратились в экзистенционалиста. Вторая проблема – это, конечно, попытка… Давайте я даже приведу метафору. Мы, изучая Ницше, мы идем по лезвию ножа. Вот упасть в одну сторону – это стать экзистенционалистом. Упасть в другую сторону – это превратиться в чистого исследователя. Превратиться в чистого исследователя – это ошибка или опасность практически всех ученых, серьезных, занимавшихся изучением философии Ницше. К чему она ведет? К отсутствию выводов. К отсутствию реальных рекомендаций. Это чистое описание, чистое созерцание, против которого Ницше и выступал. Как мы могли бы, да? И мы уже во многом, я уже во многом допустил эту ошибку. Мы могли бы, например, зайти со стороны литературной критики и сказать, «Ребята, откройте, пожалуйста, седьмой том «Первые черновики и наброски Ницше». Там, в этих первых черновиках и набросках еще молодого Ницше, вы найдете его первые попытки написать художественное произведение. Он тогда, как вы помните, любил Вагнера и следовал за Вагнером. Это художественное произведение о жизни и смерти философа Импидокла. Вот это и будет предпосылка и прообраз золотуства. Импидокл, который спасает людей с помощью знания философского, спасает целый остров, свой родной Сицилию. Но именно из-за этого знания он предан людьми и людьми же убит. Ну или, вернее, его вынуждают прыгнуть в вулкан, как вы помните, да? Что Импидокл и сделал. Ну, якобы сделал. Это никуда не ведет. Это ничего не дает. И это не относится к существенным вопросам. То есть Ницше утверждает конечность познания. То есть познание может быть завершено. Нет. Но если познать самого себя... Нет, вы не путаете познание и познание самого себя. Оно может быть и не может быть завершенным, но его надо прекратить. Почему оно не может быть завершенным? Потому что наука психологии не может быть завершена. Ницше – первый психолог, первый психоаналитик до Фрейда – это Ницше. Первый, кто заговорит о сексуальности и влиянии сексуальности – это Ницше. И Фрейд потом пойдет за ним по его стопам. Но это не повод считать, что Ницше пытается дойти до самой глубины и все объяснить. Это не нужно. Почему это не нужно – отдельный вопрос, который относится к основаниям философии Ницше, которые я намеренно, как вы понимаете, замалчиваю. Наконец, идя по этому лезвию и не упав ни в одну сторону, ни в другую, возникает новая проблема. У лезвия всегда есть конец, да, и дойдя до конца, можно упасть вперед. Вот упасть вперед – это одеться в черное. Упасть вперед – это начать любить солнце. Упасть вперед – это заплакать. Вот вы ни в коем случае не должны совершить этой ошибки. Многие совершили ее. И совершили ее в том числе и потому, что в ее совершении было заинтересовано государство. Есть отличный миф. Я не знаю, насколько он правдив. По поводу того, что в Первую мировую войну встал вопрос, что делать солдатам в окопах. Окопная война на Западном фронте, без перемен, да, вот что там делать. Ответ был – считать книжки. И вопрос стал, какую книжку мы дадим им в вещмешок. И далее так говорилось раздовство. Им всем в Первую мировую вместе с вещмешком выдавали книжку, одну книжку. Потом они вернулись и оделись в черное. Не стоит совершать этой ошибки. Нельзя придавать Ницше им, как это правильно сказать, импульс идеологизации. Тем более кандовой идеологизации. Потому что только что мы с вами прошли фразу о кастовом порядке. Вы найдете, если захотите, много фраз Ницше о национальном порядке, или кастовом порядке, или расовом порядке. Очень легко использовать Ницше в эту сторону, если вы не понимаете, что Ницше имеет в виду подкасты, расы и нации. Последняя ошибка, которую я уже совершил, и которую вы не должны совершать. Нельзя пытаться все прояснить кросс-референсами. То есть отсылками к другим произведениям и явлению других произведений. А вот можно попробовать? Да. Если у вас, с одной стороны, то это, получается, исследования, и вот эти... То есть исследования, они не приводят ни к каким выводам. А выводы без исследований приводят к... Да. А выводы с исследованием к экзист-национализму. Помните сказочку про Лимуромца, да? Там смерть, тут смерть и здесь смерть. Это Россия. Вот. То есть надо каким-то образом продолжать идти по лезвию вечно. Не падая. Возможно ли это? Нет, невозможно. Да. А вопрос, если падать вперед, то это... Ну, Лимур Солнце, Польша. А если упасть назад, следы? Нет, упасть назад, как-то мне метафора не приходила. Ну, в голову. То есть если... Нет, упасть назад, отказаться от изучения Ницше вообще и сказать, Ницше был неправ. Да, давайте изобразим это так. Но если после Ницше был Хайдегер, то есть те, кто его подняли, разве можно сказать, что Ницше был прав? Как Хайдегер мог понять Ницше, если он экзист-националист и нацист одновременно? Ага, вот. То есть получается вопрос, как, если Ницше был прав, как после него тоже мог быть? После него и никого не было. То есть Хайдегер просто закончил, потому что Хайдегер взял идею историзма и превратил ее в радикальный историзм. Историзм – это Ницшеанская идея, не будем сейчас о ней говорить. Превратил ее в радикальный историзм, и после того, как радикальный историзм появился, философия стала невозможной. То есть философия, как именно поиск вечных, неизменных истин путем созерцания. Вот три основных таких вещи, которых надо избегать. То есть наша задача – понять непосредственно то, что мы читаем из Золотустра. И как можно серьезнее опираться именно на Золотустру, чем на что бы то ни было еще. Если у вас нет вопросов, давайте мы, наверное, прервемся, а потом постараемся открыть следующую тему, которая будет посвящена самой книге, не затрагивающей текст этой книги. Тогда все, давайте прервемся.